За минувшие три дня в Литве было зарегистрировано 2733 новых случаев заражения коронавирусом и 13 смертей. В Клайпиде за долгие выходные зарегистрировано 500 новых случаев. И это второе место в стране. С этой недели в красную зону Литвы включены еще 13 самоуправлений, в том числе Паланго, Шелудские, Межрекайские районы. Однако ввиду того, что ситуация только ухудшается, премьер Литвы обмолвился и о всеобщем карантине. Комиссариат полиции Клайпидского округа сообщил о том, что во время долгих выходных из-за отсутствия масок или их неправильного ношения полицейские предупредили более 300 жителей. Президент Гитана Снауседа отклонил просьбу избирательной акции поляков Литвы, Союза христианских семей, обратиться в Конституционный суд по поводу результатов выборов в Сейн. Президенту Валдесу Адамкуса исполняется 94 года, в честь дня рождения в Каунасе в библиотеке его имени историки и музееведы подготовили выставку. Ремонтируемый парусник Меридианос должен вернуться на свое место у набережной реки Данге уже в эту среду. Правящие аграрии инициируют неочередное заседание Сейма Литвы с тем, чтобы удовлетворить просьбу входящую в правящую коалицию избирательной акции поляков Литвы, Союза христианских семей, обратиться в Конституционный суд Литвы по поводу нарушений во время выборов в Сейн. Сегодня правительство определится по поводу введения всеобщего карантина. По словам премьера Литвы, Сауле Соскорнялица, планируется, что всеобщий карантин будет введен не менее чем на три недели. Все подробности прояснятся сегодня. В Клайпицкой университетской больнице осталось всего несколько свободных мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19. В настоящее время здесь лечатся 85 пациентов, зараженных коронавирусом. Из них семеро в реанимационном отделении. Многие жители страны задаются вопросом, куда же делся обычный сезонный грипп. Как заявила Дайва Размовьяни из Национального Центра Общественного Здоровья, грипп никуда не пропал. Каждую неделю болезнь в Литве диагностируется менее чем у 10 пациентов, причем ни один из них не был госпитализирован с осложнениями. Карантин. В субботу в Литве с целью остановить распространение коронавируса на три недели вводится всеобщий карантин. Учреждения здравоохранения должны действовать. Продолжают работать детские сады и младшие классы школы. Обучение в других классах школы организуются на удаленной основе или в сочетании дистанционного и обычного способов. Во время карантина запрещена работа заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений, казино, букмекерских контор. Разрешается только услуга еда на вынос. Магазины, торговые центры, рынки и другие места общественной торговли могут продолжать работу. Запрещена работа центров оздоровительных услуг, услуг в сфере досуга. Деньги. Представители бизнеса немедленно отреагировали на введение карантина. Президент конфедерации бизнеса Литвы Андрюс Сармановскис говорит, что определенные критерии помощи бизнесу, принятые в среду, заслуживают критики, поскольку для государства они ограничивают возможность предоставить помощь, а для бизнеса ее получить. Руководитель ассоциации баров и кафе Литвы Раймонда Спранка согласен, что их деятельность в настоящее время необходимо остановить. Он считает, что ситуация стала неуправляемой из-за неадекватных решений властей и подчеркнул, что бизнес ждет от правительства стопроцентных компенсаций. А руководитель ассоциации действующих клайпеде баров, спортивных учреждений и организаторов мероприятий Евгению Соколовас назвал решение правительства нечестным. По его словам, в этих сферах нет подтвержденных очагов заражения, а судя по поступающим новостям, очаги обнаруживаются в детсадах в начальной школе, однако они не закрываются. Также ничего не известно о компенсациях, заявил он. Ранее министр Аурелио Свирига сказал, что работу детсадов решено не останавливать, чтобы не нанести вреда развитию детей, а также чтобы дать возможность их родителям работать. Коронавирус Клайпедский университет сообщил, что после студенческой вечеринки на Хэллоуин у 10 студентов международной программы Erasmus установлен коронавирус, известно, что молодые люди проходят обучение в разных вузах города. Ректор Артур Сарасбадаускас обратился ко всем студентам с просьбой быть ответственными в этот нелегкий период. Символ Клайпеды, парусник Меридиана, сегодня должен вернуться на привычное место швартовки. Судно отремонтировано. В связи с проходом парусника по реке Данге сегодня в 11 часов будут подняты мосты Пелеса и Биржус. В последнее время в Клайпеде заболеваемость коронавирусом резко возросла, констатировал директор Клайпедского департамента Национального центра общественного здоровья Раймонд Сгреголюнас. За последние 14 дней уровень заболеваемости в стране составляет 371 новый случай на 100 тысяч жителей, а в Клайпеде 621 на 100 тысяч. В Клайпеде из-за распространения коронавируса временно закрываются три детсада, Сяндворец, Жуведра и Саулути. Между тем власти Клайпеды определились, как будет проходить обучение в образовательных учреждениях города во время карантина. В Клайпеде начнет действовать мобильное приложение, фиксирующее нахождение рядом с человеком, у которого диагностирован COVID-19. Приложение называется Corona Stop LT. Его можно бесплатно скачать из интернета магазинов Google Play и Apple Store. Министр здравоохранения Аурелию Свирига подтвердил, что глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулес Ичеплинскас снимается с должности за неисполнение обязанностей должным образом. Клайпедский окружной суд отклонил просьбу тяжелоатлета Бронислава Савишняускаса и тренера по велосипедному спорту Антана Саикинавичуса, которые обжаловали приговор суда первой инстанции. Спортсмены просили оправдать их по делу о хранении и распространении топинга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова